На войне нет чужих людей. Дедушка попросился отвезти его поближе туда, куда мы едем, положить сюда. Сейчас попробуем как-нибудь прикрепить велосипед и, соответственно, посадим его в машину и попробуем доставить. Да можете, дедуль, положить сюда. Не зря наши коллеги тейпу хотят поставить памятник. Даже в этой ситуации тейп поставишь, закрепить велик. В каком составе едем? Спасибо, ребят. Это противотанковый, да? Ну, да. Судя по этому дорожному знаку, отсюда до Мариуполя буквально 20 километров. Это, по сути, точка, где проходит та самая зеленая линия, гуманитарный коридор, по которому люди из восточных районов Мариуполя могут, в общем-то, беспрепятственно выезжать в сторону Новоазовска, в сторону села Безыменное, где находятся гуманитарные пункты размещения беженцев. Сейчас слышны звуки артиллерийского обстрела продолжающегося, но вот прям явных признаков пока обстрела гуманитарного коридора здесь нет. В общем-то, люди могут спокойно выезжать. Ну, а здесь вот у меня за спиной, рядышком буквально, находится населенный пункт Широкино, за который еще совсем недавно шли тяжелые бои, но сейчас здесь обстановка спокойная. Но, правда, населенный пункт очень пострадал, потому что он находится в самой низине этой равнины, и поэтому отсюда было очень неудобно, в общем-то, вести самые тяжелые обстрелы. И поэтому населенный пункт пока пострадал, но сейчас вот военные спасатели будут заниматься тем, что будут восстанавливать здесь гуманитарную, налаживать гуманитарную ситуацию. Ну, вот сейчас мы работаем в 30-40 километрах от Мариуполя, с его восточной стороны. Вот здесь находится палаточный лагерь в конце так называемого гуманитарного коридора, куда могут добраться или своими силами, или силами военных. Сюда их привозят беженцы. В автобусе было порядка 10-12 человек. Из Мариуполя они выбирались несколько суток, по их словам. После того, как будет оказана медицинская помощь первичная, наверное, накормят этих людей горячей едой, и, соответственно, потом будет решаться вопрос о распределении их в какой-то один из таких пунктов или в соседнюю ближайшую школу, и дальше уже будет приниматься решение, куда их будут эвакуировать, или под Донецк, или, возможно, они изъявят желание и захотят эвакуироваться в Россию. Но пока ситуация такая. Мы просто на Абум сегодня выехали с Мариуполя на Абум, на свой страх и риск, и сегодня добрались сюда. Нам повезло. Мы своей машиной с Мариуполя объездными путями добрались до Виноградного, а там ишли пешком. Там нас военные подобрали, отвезли на блокпост. На машине невозможно было разведать? Нет, там все было, мосты все взорваны были, и заминировано все. Какая ситуация сейчас в Мариуполе? Продуктов нет вообще, хлеба нет. Хлеб продавали по 300 гривен. Ни воды нету, ни газа нету, ничего нету. Люди выживают как мог. Остался Азов там в городе, по-хамски ведут. Приехали детей-сиротцы в общежитие эвакуировать. Привезли гуманитарку. Кидают салфетки влажные, зубную пасту, зубные щетки. Ополаскивали детство зубово. Говорят, что вы хлеб не привезли. Ну, они матом послали. Они стреляют, людей расстреливали. В магазины люди пошли в магазины. Все открыто, все разграблено. Пошли что-то взять покушать. Они расстреливали людей. Стреляли прямо, я больше уверена, чем уверена, вот это последний раз стреляли они сами. По домам сказали там, пока мы все не разобьем и отсюда не уйдем. Трупы лежат. Возле одного магазина там три дня лежат уже два трупа, женщина и мужчина. Никто, кто-то там, видно, с местных, завернули их в эти. В ковры лежат они. На Ленинградском очень много. Внук там ездил. Очень много трупов лежит. А вы вообще боялись выходить? Конечно, страшно было. Воды нету. Не в туалет сходить, ничего. В квартире. Выйдешь, они стреляют. Сразу начинается обстрел. Кто-то как входит в магазин, так мы уже пока дождемся внуков этих детей. Это автобус для тех беженцев, которые выбрали эвакуацию в Россию. А вообще в общей сложности за несколько часов сюда, на пункт эвакуации, прибыл всего один автобус. И одна машина еще частная смогла добраться до этого пункта. Пока больше машин из коридора не было. И поэтому это получается, что за день всего лишь 12 человек смогли пройти по его гуманитарному коридору. Редактор субтитров А.Семкин